Мы едем на север, к Северному морю, исследовать уникальный природный заповедник, который называется Ватово море. Это не от слова ватный? Короче, что такое ватный? Вот такая грязь такая. Это не грязь. Это разное бывает. Это вот такие места на море, где прилив и отлив бывают. И когда отлив, то вода уходит и остаются ваты. Такие места, откуда ушла вода, в отлив. А потом эта вода возвращается в прилив. Поэтому там уникальная жизнь такая сохранилась, биологическая. То есть там живут всякие, очень редкие птицы. Они там нерестятся. Олуши. Олуши. Олуши это кто? Птицы такие редкие. Там, значит, там возникновение моллюсков. Птицы тоже живицы. Да, и там еще популяция большая тюленей. Да, морские. Морские, да. Ну, какие-то вот эти такие, типа рыбы такие, как животные. Животные такие, но морские котики даже такие. Вот, если повезет, мы их увидим. И хотелось бы, конечно, устриц. В общем, мы думали, что там есть белые медведи. Но оказалось... Ну, я фотографию видел. И ты решил, что там белые медведи. Но оказалось, что это фотография из зоопарка. В общем, мы съехали с автобана. Мы уже едем по проселочной дороге. Здесь такие, ну, живописные поля. В полях коровы. И вот на лошади повозка была. Сено пахнет давно. Ну, таким приятным. Коровы на возвода. Целая куча тракторов. Мужики с работы едут. Какая фига. Ну, здесь узкая дорога уже пошла. Мы уже подъезжаем. Здесь с трактором плохо разъезжаться. Это очевидно, что за этой насыпью слева море уже. Вот видно, не кажется. Мне кажется, да видно. Отсюда не видно. А вот видно. Короче, вот мы едем слева море. Скуковец. Скуковец. И такие все толстенькие, как свиньки такие. Молочко вкусное. Мовчички. Мовчички. Короче, мы приехали на место. На Ватовое море. На Ватово море. Не на Ватовое море. Вот впереди овечки. Овечки. И вот море. Такое море. Такой калиткой закрыто море. Но она легко открывается. И, пожалуйста. Море. Ничего, кайфово ж, да? Кайфово, говорю. Кайфово. Так уйдешь. Но она так быстро же не поднимется. Да, сейчас. Мавик. Быстро. Я думаю, вот это то, что окаменело, то, что вот оно наносит. Да не, ну это искусственно залито каким-то цементом, я думаю. Ну это искусственно сделано. Смотри, вот здесь гонит ветер, а здесь вот печена такая вот эта вот. Ну да. Не-не, вот это искусственно построенная штука, конечно. Ну что, ну это же неестественная эта гнева. Вот эти водоросли, я их ел. Тут скользко. Вкусно. Честно. Ну, Рубан, это салат, морская капуста, ничего. Ну, понятно, да, но все равно, вот это вот, смотри, какая вот. Ну, морская капуста настоящая. Смотри, какая грида. Далетая. Да. Тут вода как-то уже не чувствовательная, да. Ну, какая ерунда. А что еще? Это мы идем. Сейчас поедем в домик. Да просто так прямо едет. Я скажу, когда поворачивать. Теперь поворачивай. 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 Да, 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 еще больше. Идти. Не бойся, не бойся, поворачивай. Поворачиваем, поворачиваем. Больше еще поворачиваем, спокойно поворачиваем. Агрикалки. Какое тут. Такие деревья. Ну, вот когда бежли не ездили, было очень похоже. Такие булочки. Тоже вот деревенька такая. Северная немецкая деревенька. Вот что-то дороги плохие у них тут. Компетитерная полочница. Просто тракторами разбитых дороги. Ну, наверное, да. Все. А где мы ездили по такой дороге? По Франции же. Помнишь, где вот Трисово так еще с летом? Или в Белев, когда ехали? Вот так вот. В Белев, наверное. Дом у нас. А куда вставать-то? Ну, рядом с ним. Рядом с ним, конечно. Мы никому тут не будем мешать? А выезжать, вон там машина есть. Рядом с ним. Так можно во двор, наверное, заехать? Не надо во двор заехать. Почему? Вот рядом. Ну, может, что-то вперед проехать, что-то. Выровнял? Ну. Смотри, какая. Дом какой. Рыбан, ну смотри, какая красота. Красота нет. Нет, здорово. В таком доме мы еще не видели. Давайте я возьму. Сейчас будем тут пить вино в этом дворике. И на этом столике будем пить вино. И под этими рододендронами. Это рассвет субботы наступил. Сейчас мы поедем на остров. Называется Хайликлант или Кантатат. Короче, это остров. Но я потом еще сейчас про него немножко прочитаю. Там живут типа тюлени, что-то такое. Данный путь на корабле. Сейчас поплывем. Мы приехали в порт. Почему мы приехали? Потому что мы сейчас поедем на остров. Называется Хайликлант. Хайликлант. Хельголанд называется. Это остров. Это немецкий остров сейчас. Он как бы входит в состав Германии. Но он не входит, я сейчас прочитал, в состав таможенного и налогового Евросоюза. То есть такая как бы там свободная зона. Он много раз приходил из рук в руки. Вот сейчас он немецкий, а после войны был какое-то время английский. И на нем взорвали самый крупный в истории произвели неядерный взрыв. Взрывали англичане всякие бункеры немецкие для подводных лодок, для такого всего. Это там два острова. Он и рядом еще остров Дюна. Вот. И там был произведен самый крупный в истории взрыв. И вообще там его бомбили-бомбили после войны. Пока жители не сказали нафиг, типа кончать, у нас бомбить уже, мы тут типа живем. Там живет человек тысячу всего-навсего на этом острове. И он такой, в общем, ну поэтический там. Поэты, Гёте написал там. Что написал? Немецкий гимн. Я прочитал. Гёте? Нет. Или Хайна. Ну какой-то. Моргенштерн точно. Чтобы было понятно, где мы есть и куда плывем. Вот где красная точка, это Куксхаффен. Здесь мы, собственно, сейчас находимся в порту. Вот он. А плыть нам предстоит отсюда. Ни много, ни мало. Аж вот сюда. Эльголанд. Здесь, на самом деле, два острова. Собственно, Хельголанд. Вот они. Вот это Хельголанд. А рядом дюны. Здесь живут. Тут живет порядка тысячи человек. А здесь, в общем, это необитаемый остров. Здесь такой курорт. Тут, в общем, живут животные. И приезжают люди посмотреть, соответственно, на животных. И сюда нам предстоит сейчас плыть. Чтобы пройти на корабль, нужно показать вот такой коронатест. Мы вчера делали. 50 евро стоит билет туда и обратно. Так, и вся вещь неизвестна. Похожая, которая на корабль. Составляла. То есть. Там ела в горячей. Там ела в горячей. Там ела в горячей. Потому что у нас не было добрых. Вот так, и туда. То есть, ты в шоке. Тут, зато столик можно. На столе копереться. Продолжение следует. 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 что тут все снимают нифига вот так могу сейчас мамка при этом он покажет дано он же ходить не может он ползать да его приливом наверно сюда вынесла и может его назад отнести в море может ему в море надо действительно может он тут задыхается все нормально Вот так вот могу А тут мудаки Нифига себе Нифига себе Скоро же это А тут маленький убежал как далеко-то У них свой пляж Короче Это боком он прыгает Короче мы таки дошли до котиков Вот они Целое лежбище Только нам нужно еще успеть Сейчас вернуться на лодочку Обойти вокруг острова И на лодку сесть Потому что нужно доплыть до Большого острова До Хейли Голланда И от него сесть на корабль Потому что он только один И вернуться В Коксхаффен Где у нас Ну типа база Где мы остановились Вот Как же называется Забываю Хейли Голланда А на Хейли Голланде Хорошо бы еще конечно успеть Может быть купить пару бутылок вина Потому что у нас мало осталось Где бутылок вина А вот это котики Голланда Идем по дорожке Через Через кладбище Сейчас должно быть Кладбище еще Идем Кладбище туда Но мы не пошли Пошли уже на лодочку И такие домики Можно пожить Пару дней Но больше чем два дня Делать нечего Абсолютно А это вот большой остров Где живут Тысячи человек Хейли Голланд Обратно поедем На большом корабле С крышей Не на лодочке Мы вернулись В Хейли Голланд Что люди собираются Здесь на пляж У нас еще наверное Ну пару часов До нашего корабля Назад В Токсхарфе Какой вид Я вид с ним До Берлина 456 километров осталось Это вышка 5G 6G 5G 6G 9G 5G 6G 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 5G 6G 6G 12 both до материка плыть на корабле 2 часа стоит 50 евро туда-обратно но у них наверное свои какие-то льготные расценки или вот с того аэропорта можно улететь какой-то кукурузники тоже неизвестно в общем вот так тут живется пару дней хорошо наверное а долго скучно местная северная променада береговая охрана или прямо вот здесь в полях кругом поля бегают зайцы сейчас не бегают и вот такой вот но мы не во всем жили только вот в этом конце мы остановились на обратном пути в бремени бремен это один из трех государств ганзейский город как как берлин и гамбург то есть он как бы город и одновременно страна мы сейчас где-то в центре он вообще большой на самом деле город здесь 570 тысяч живет но я так понимаю вот впереди наверное это вот центр тут должна быть старая ратуша и статуя какая-то и ну и бременский музыкант и все такое короче идем вперед смотрим что там время это наша группа наша группа впереди уже какое-то живописное здание такой красивый старый дом ну тут все такие домики левая стена ровная а правая что-то такая развалилась это собор этого петра или что это смотрю эти фасады торговая ганза да ну это это был собор надо думать что это ратуша а это какие-то вот богатые такие ганзейские домишки все маленько что а эти говорят уже тут недели две разбили палатку типа хиппи с лгбт какими-то короче не требуют климатической нейтральности бременна и собирается наверное здесь жить пока он не станет климатическими правилами на фоне вот такие вот красоты так заходим в храм по моему это святого петра но не точно это не точно да 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 хорошо вот вот что что а вот вот Продолжение следует... 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 Какое время, дорогишка. Какой указатель рыночной площади, у тебя ратуша и памятник. У нас с собой немножечко осталось, немножечко. Мы сейчас пойдем под мостик, как нормальные, ну, нормальные пацаны, и допьем ее там, вот так вот, в бремени, на реке, которая называется Везер. Это типа зожники тусуются, да, им просто нельзя, да, они диабетики, они как бы типа на реку смотрят, на реку смотрят. А нормальные пацаны имеют вот тут вот, вот тут вот имеют по стаканчику. Ну, Виолетта за здоровье. Вкусно. 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 Сегодня даже вкуснее вино, чем вчера был. Ну, просто уже немножко потренировались. А вон зожники там вдали. Щас. Тут такая променада на набережной, где все ездят на велосипедах и бегают пешком. Это памятник мужику, а как они мучают... это ты сказала я думал так и есть уже за вами выслали бригаду наверху питхаус который хорошо бы снять и плывет баржа на самом деле это просто романтический памятник вообще не имеет ничего общего с мужиком обкаканным чайками просто ну такая романтическая аллегория там этого ассоль там так вот ждет дарьяна грея то есть наоборот дарьян грея ждет свой ассоль здесь тоже какие-то политические баталии наш конфликт приступает с 12 дня до 12 ночи ну в общем это собственно и все мы уехали домой но на обратном пути на автобане нам встретились два совершенно таких уникальных автомобиля вот это вот первый а это второй вот это вот синяя это на самом деле из это от bmw today i am filming with one of the most iconic bmw's of all time из эту делали из 55 по 62 год как ротная машинка у нее на самом деле сзади два колеса просто это в общем ну не совсем заметно кажется что одно а там два они просто очень близко друг дружки стоят такая вот совершенно крохотная машинка у нее дверь открывалась спереди то есть просто вот вперед открывался вместе с рулем и просто туда садишься но если два очень тонких человека может быть могли поместиться до 2 вот для водителя место и рядом сидел пассажир из это bmw на ней можно было ездить с мотоциклетными правами вообще а вот это вот вторая машинка это вообще мессершмитт бабалка ты смерть мессершмитт делала такие штуки с 55 какого-то до 64 по моему года у нее вообще вот эта кабина открывалась просто вот сейчас я попробую найти так она выглядела вообще такой родится вот такой мессершмитт у нее вообще открывалась кабина наверх на больших порталах которые продают машины там мобили да и автоскаут там уже мессершмита этого нет то есть там есть все на мы пожалуйста майбахи даже москвичи но вот мессершмита но в принципе найти их можно вот они стоят но 20-30 тысяч грубо говоря сейчас 19 20 но 35 наверное даже вот есть по 79 на самом деле но я думаю тысяч до 30 наверное можно купить в приличном состоянии машину такую такой мессершмитт и то же самое наверное стоит из это если посмотреть цены но она есть вот на на мобили да и я но тоже порядка порядка вот 27 ну это просто просто какой-то мусор 26 24 то есть принципе цены вот такие 20-30 тысяч на эти машинки и мы вот каких-то энтузиастов просто встретили по дороге которые гоняли на таких вот это мессершмитт ну в общем такая поездка опять же очень понравилось мы выехали в пятницу после обеда приехали на место вечером потому что там было километров наверно 300 400 точно сейчас не скажу и субботу воскресенье воскресенье после обеда приехали в общем такой уикенд на северном море чудесно ну как обычно продолжение следует